всем привет ребят что сегодня поговорим о палубных работах в общем выгрузили мы второй трюм 2.30 ночи потом начали открываться двигать пантоны соответственно нам нужно перед следующим грузом по расчетам поставить болтетину в третью позицию для этого нам пришлось тонуть все крышки до середины и до кормы второго трюма все в нос покажу почему вот видим трасса до которые с левой стороны цепляется в болтетине справа тоже самое там соответственно если бы мы на свиминг-пул сюда бы положили хотя бы одну крышку соответственно мы бы не смогли подъехать в данную позицию и забрать эту болтетину поэтому пришлось конечно в идеале все крышки положили бы сюда основную часть по крайней мере и там одну может максимум две только в нос такой вот нюанс получается здесь сейчас вот ждем догружаем в общем торопятся торопится не знаю все торопятся грузополучатели и судовладелец вот соответственно до снега ему уже пофиг хотя этот груз прошлый раз мы не грузили когда даже малейший был дождь маросила так как завтра праздник крисмас все спешат добить и уже уйти на отдых фабрики тоже тишина и движение мы только с этим сервером на телефонной связи если что будем его набирать при необходимости когда уже закончим позвоним чтобы он вот этот хупер куда наш экскаваторщик бросает закрывал по поводу понтонов вот этих да которые мы шифтуем гентрикраном в ряд знаю спокойно ставлю четыре штуки все они рассчитаны до пяти максимум вверх влезает с поваром опять с поваром с матросом в общем начали дискуссию возводить я говорю ты чё переживаешь сместятся они если их поставишь правильно в позицию то никуда они не сместятся даже при хорошем крене они на это рассчитаны главное чтобы было правильно если вы поставите их неправильно то есть скольжение в принципе вероятно особенно в такую погоду поэтому этот момент нужно проверять и с правой стороны и с левой сейчас вам покажу где эти позиции находятся ну и пока иду вам покажу вблизи как мы подсоединяем как вообще балхетина выглядит гентрик он идет цепляется со скобами вот сама балхетина три пина с каждой стороны вверху один один посередине и внизу их нужно соответственно перед тем как начать двигать вытаскиваем и поехали сегодня нам надо будет третью позицию она у нас находится вот вот здесь вот три пина да видим куда вставлять 2 соврал вам 4 вот и получается то 4 пина 1 2 3 и 4 сегодня меня короче совсем глючит неправильно так 1 2 это у нас не та позиция вот она вот вот эта позиция вот 1 пин 1 пин 2 пин показываю одно почему-то камера блять показывает другое 1 сейчас напротив стану бы это по сути не суть важно тем не менее самое интересное вот они раз два три 4 вот четыре пина справа слева так подходим к нашим крышкам здесь мы сверху да здесь вот эта позиция у нас уже лежит то есть закрытая крышка самая маленькая тем не менее на нее я смог поставить еще три сверху здесь немножко выбирает но так как это она небольшая эти длины главное что основная часть лежит и вот они позиция если ну она поедет только если будет стоять допустим не вот не здесь а где-нибудь вот здесь соответственно крышка то она вообще легко съедет хорошим клинин а так все правильно отлично так здесь у нас уже стоит в общем четыре крышки сверху да тоже все в позициях и еще можно одно было закинуть в общем нам тут осталось порядка полтора часа где-то все выгрузить соответственно будет место мы уже будем готовить наш бабка который стоит у нас в гараже вот он наш бобик на этот я обзор не делал на прошлом судне есть видео можете посмотреть если интересно здесь в принципе он тоже самый только тип другой как правило как правило сюда выезжаем уже метелки лежат здесь тоже да в ковше было удобно так вот выглядит кабина все свет рычаги управления педали две штуки 1 1 1 у нас педали значит поворачивая там ковш вторая поднимает стрелу вверх вниз вот ну и соответственно рычагами левым рычагом там допустим вперед назад правый там право влево так же одновременно можно оба вперед давишь то соответственно есть вперед оба раза как на том же все точно то же самое вот очень кстати говоря хорошим хорошим управлением гидравлика свежая достаточно шустрый как то вот так еще раз сказать хотел у нас так же первая крышка самая геморрная так как мы выгружаем сами мы вот я на ней сейчас стою мы ее не открываем вот в некоторых портах особенно когда береговые крановщики выгружают просят ее открывать что конечно очень проблематично нужно талевки цеплять четыре штуки соответственно с четырех сторон а вот места для крепления диринги раз диринг два и с той стороны тоже два соответственно какая фишка используется экскаватор для этого подъезжает он сюда цепляем к нему вручную поднимаем вот из позиции и он отвозит и потом уже я он уезжает максимально в нос то есть вот в эту позицию уже экскаватор я подъезжаю уже на гентрик кране цепляю увожу ее туда дальше в корму чтобы освободить полностью трюм для выгрузки ну или погрузки бывает по разному в общем как то так ребят идет процесс у нас выгрузки соответственно будем заканчивать бобика скинем соответственно народ поднимаю вот все идем в трюм быстро заметаем вот сразу после этого двигаем болхетину после уже опять же закрывается все они готовят на помывку уже трюм больно сразу если наступен переход короткий быстро быстро вымыть все да ну и высушить успеть у нас сейчас будет два с половиной дня на это дело но я ну думаю они успеют температура пока позволяет такого минуса сильного нету вообще сейчас по моему даже плюс один поэтому зима где-то рядом но еще не достигла данного региона хотя мы сейчас на широте 69 находимся идея здесь должно быть хотя бы минус 10 в это время вот ну зима как и у нас в Архангельске тоже уже не такая наверное как была раньше вот и все всем спасибо за просмотр ставим лайки если было полезно это так кратко да рассказываю о том что мы делаем в процессе выгрузки сегодня пока пока